Герои советского мультика «38 попугаев» размышляли над тем, как измерить длину задумчивого удава. Теперь в Рязани настала пора измерять шагами длину мусорки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать шагов. Такова длина свалки, расположившаяся на улице Брестская, дом 3. Невероятных размеров мусорка красуется среди новостроек, рядом с которыми создано все для счастливой жизни, за исключением большой парковки. Здесь с радостью играют дети на новой красивой площадке. Однако, чтобы на нее попасть, нужно обязательно полюбоваться красотами свалки. Здесь играют дети, вот рядом здесь детская площадка, здесь детей очень много, и получается все идут мимо этого мусора как-то не очень хорошо. Плюс гуляют с животными, любая собака или тоже кошка может что-нибудь отсюда утащить, и кто знает, какие будут последствия. Просто, ну понятно, что дома очень большие, вот ремонта много, ну, значит, и должны как-то это все организовывать, правильно же? Ну, так не должно быть. Оно же все ветром раздувается, разносится и портит внешний вид вашего прекрасного города. Этот мужчина со своей семьей приехал с северо-востока нашей страны и в течение недели наблюдает, как около дома разрастается помойка. Я думаю, что это, ну, стыд и позор. Это управляющие компании, либо ТСЖ, кто у них тут. Мы тут как бы живем неделю, просто снимаем квартиру огромную, думаем переехать в ваш регион с Камчатки. Вот. И вот у нас такое мнение складывается. Ну, наверное, все наладится, будем надеяться, да? Так-то все здесь красиво сделали. Даже у нас, там, где мы живем сейчас, там сейчас снег лежит, и то там с уборкой мусора как-то пытаются бороться. Там ветра, снега вот эти. А здесь что мешает, я вообще не понимаю. Очевидно, что большая часть этой свалки – строительный мусор, поскольку в доме активно проводится ремонт. По словам нынешней управляющей компании, жильцы сами виноваты в этой свалке. Ну, строительный мусор я не подскажу. У вас там, вы не голосовали за отдельный контейнер для строительного мусора. А и Капранск, возможно, мог приехать, увидеть строительный мусор в бытовом и отказаться его просто-напросто вывозить. С нами было предложено, чтобы управляющая компания, то есть, включила в оплату в квитанции у вас, чтобы была оплата на вывоз строительного мусора. Контейнер, чтобы был установлен. Собственники не проголосовали по вашему адресу. Теперь жильцы сами должны понять, что контейнер для строительного мусора нужен. Так считают в управляющей компании «Зеленый сад». Но уже с 1 мая дом будет обслуживать другая организация. В Ирансервисе пояснили, что этот мусор все-таки должен вывозить Акапранск. Ну, мы уже написали им заявление, письмо им написали, чтобы они этот мусор убрали. Стоит сказать, что бытовые отходы тут тоже имеются. Их выбрасывают уже заселившиеся жильцы. Получается, что региональный оператор по вывозу мусора и управляющая организация, обслуживающая дом, вновь не могут найти общий язык и решить, кто и когда должен ликвидировать свалку, от которой страдают местные жители. Анна Герцовская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».